всем огромнейший привет вчера я побывала на ярмарке формула рукоделия и сегодня снимаю видео о своих впечатлениях ну скорее всего не впечатлениях о покупках которые там совершила покупок я совершила не очень много на мой взгляд обычно я могу купить и гораздо больше но вот то что я прикупила мне естественно очень нравится я попыталась взять мы объясню по ходу зачем и почему я что-то там брала вот перед собой вы видите каталоги которые я взяла с ярмарки даже есть каталоги совершенно новые золотую руно мари искусница а каталог панны вообще 16 года и клар тоже 16 года кстати я начинаю осваивать социальные сети поэтому если вы хотите вы можете пройти по ссылочкам если мне удастся я где-нибудь на экране помещу ссылочки на instagram и вконтакте и там вы можете посмотреть те фотографии которые мне удалось сделать на выставке ну естественно фотографии среднего качества не будем уж сильно себя ругать но действительно среднего качества потому что они делались на телефон но с другой стороны там можно посмотреть какие-то вещи которые привлекли именно меня честно говоря народу на выставке было не так уж и мало хотя мы постарались прийти прямо с утра в пятницу но уже к середине дня к некоторым стендам было не протолкнуться когда мы только появились на этой выставке у нас была задача посмотреть новую слободу и посмотреть что у них из новинок в новой слободе есть и что они привезли сюда на выставку если вы пройдете вы посмотрите фотографии вот того что мне удалось заснять на новой слободе и я взяла у них два набора два набора с такими травками муравками как мы любим их называть это не наборы вышивкой крестом такой такой по моему фотографиях у меня они есть отшиты можно посмотреть то что висела у них на стенде мне кажется что здесь какой-то тамбурный шов и бисер конечно что у меня привлекло к сожалению набора вы так закрыты нельзя посмотреть это ли он такого ручного крашения крашения здесь с переходами от голубого до коричневого а здесь такой от светло-голубого до темно-голубого я вообще считаю что вот это сочетание коричневого с голубым является одним из самых удачных сочетаний цветовых мне очень нравится работы на самом деле не очень маленькие в итоге они получаются 30 на 52 сантиметра или это лен с нанесенным рисунком схемой 30 на 52 сантиметра может быть чуть поменьше будут также здесь например в этом наборе есть бисер словенка буса трех цветов ниточки пальмира восемь цветов игла для вышивания бисером игла для вышивания нитками что интересно то что здесь есть нитки для вышивания бисером а также они любят вкладывать свои наборы нить вдеватель такой достаточно хороший крепенький нить вдеватель хоть и очень простенький но на мой взгляд даже совсем неодноразовый то есть он выдерживает хорошую нагрузку за что им спасибо и кроме того цветная схема и инструкция то есть я осчастливилась себя двумя такими наборами я думаю что во втором наборе с содержание будет очень похожим поэтому наверно нет смысла его зачитывать кроме того на выставке мне очень хотелось поискать золотые ручки эту фирму производителей посмотреть что же там и действительно мы нашли правда очень долго бегали по рядам искали эту фирму но в итоге мы ее нашли я присматривалась присматривалась к этим набором но до того как идти на выставку я посмотрела их ролик о новинках там где отшитые моменты показаны поближе и очень давно мне хотелось набор с гранатом вот этот гранат у них очень удачный конечно картинки гранат совсем не такой как получается в отшиве опять же фотографии я попыталась сделать ну сами посмотрите качество не очень разглядеть можно полиграфический здесь гранат вот глядя на него я бы может быть даже не купила но глядя на картиночку на саму работу уже отшитую я естественно его взяла вот если заметно здесь есть такие пчелки так солнце невозможно абсолютно сегодня практически последний теплый день поэтому поближе попробую показать вот здесь есть пчелки вот в уголке видно одну пчелу потом 1 на гранате 1 чуть пониже они удивительны они выполняются мулине с золотой ниточкой и на них очень много фрузелков то есть настолько они натуралистичные как будто все махровые и гранат выглядит очень и очень реалистично ну как можно быть недовольны это тоже все в мою копилку надо сказать что у золотые ручки проводили еще некую лотерею значит у них были такие листочки зеленые можно было при покупке что-то выиграть и мне достался нитевдеватель 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 это громко сказано на самом деле я получила вот такой пакетик нитевдевателями дуняша кростич научила меня как сделать их просто вечными оказывается нужно просто клеем капнуть на соединение и тогда вот эта проволочка намертво намертво туда приклеивается просто замечательно кроме того какие еще были покупки далее мы набрели на стенд с body threads но я ничего не приобретала как-то я присматриваюсь пока к этим набором единственный набор который мне вот просто так понравился от них что хочу не могу из разряда мне кажется это у них новинка лен ну или ткань равномерного переплетения ручного окрашения с такими сумасшедшими переходами от розового к фиолетовому еще что-то и черными нитками вышивается алиса в стране чудес вот на мой взгляд замечательный набор возможно на этот набор я когда-нибудь когда-нибудь себя уговорю но помимо этих наборов сама продавец еще и выложила свою коллекцию журналов журналов для вышивания и я у нее прикупила вот такой испанский журнальчик за 100 рублей как я поняла это издание двух номеров здесь мне понравились миниатюры здесь очень много миниатюр вот с буквами алфавита такими и не только такими потом здесь мне понравились вот вот еще фарит здесь есть здесь мне понравились рыбы потом какая-то кухонная тематика с чайничками неплохая ну а то что касается больших картину здесь два прогонок мне кажется чистой воды прогоны но принципе меня большие картины сейчас не очень волнуют и интересует я взяла журнал из-за вот этих маленьких схем что интересно в этом журнале вот испанский я не знаю вообще никак я могу только догадываться что пунта круз это наверно вышивка крестом но слава богу что язык вышивания мир международный не нужно абсолютно знать язык чтобы воспользоваться схемой для вышивания и указанием номеров к ниточкам а в этом журнале что примечательно пишут не только нитки dmc но также madeira и encore на выбор что у тебя есть то ты можешь подобрать в общем спасибо большое за этот журнальчик он стоил всего 100 рублей и в придачу мне была подарена вот такая вот схема от dmc овощей я помню как-то искала морковку не могла найти а сейчас эти овощи мне попадаются буквально на каждом шагу поскольку это вот такая тоненькая схема она просто была мне подарена далее естественно мне хотелось на выставке посмотреть авторские схемы это очень удобно поскольку если авторы живут не в пределах так сказать самовывоза то нужно озадачиваться пересылкой платить за это лишние деньги чего естественно не очень хочется поэтому воспользовавшись этим случаем я посмотрела авторские схемы увидела свою милую вождь гусей которые я отшиваю и прикупила парочку наборов с новогодними гусями третьего мне не досталось а вот два вполне себе значит это поющие гуси вот новогодний сюжет и снежный друг гуси тоже имеет право на снеговиков почему нет вот такой гусиный снеговик мне кажется очень веселым и поскольку сам сюжет не очень большой опять же что совершенно в моем стиле 75 на 80 крестиков я люблю какие-нибудь прикладные вещицы сделать мне кажется очень хорошо они подойдут на скажем обложки обложки для блокнота для же недельников ну или когда они вышьются я думаю что и идея придет в тот же момент естественно я подошла к картеле дизайнеров и прикупила там небольшие наборы два набора у дизайнера дарьи ушаковой совершенно милые наборы один из них называется шпиц и мишка а второй котенок с подарками но вы посмотрите какая здесь канва честно говоря я купила конечно из-за канвы мне кажется это тоже вот на обложке будет замечательно возможно даже на какой-нибудь кошелечек почему нет и такой кошелечек рукодины в подарок я бы была счастлива до безумия если бы такой получила в подарок здесь нам не хотелось попробовать такую канву тем более у меня она есть я ее прикупила у меня есть такая же канва и канва по моему с голубыми квадратиками по-английски это называется chicken scratch и вот что в ней хорошо что мне нравится что каждый вот этот мизерный квадратик это 4 крестика то есть вот по такой равномерке вышивать я еще не вышивала но мне кажется это вот очень и очень неплохо и запутаться невозможно как бы ты ни старался и еще один набор я у них дела наталья черепановой по рисунку юлии селиной вот такую козявочку к новогоднюю называется козявка со свечой достаточно темный набор ну вы посмотрите какая здесь тканюшка вот из-за солнца трудно показать но здесь темно-коричневая такая я бы даже не назвала ее однородной у меня такое впечатление что здесь какие-то не то чтобы полосы но она не темная нельзя сказать что она темная ну-ка поближе посмотрим самой даже стало интересно вот такое ощущение что какие-то прожилки чуть светлого цвета вот видно безумно красивая безумно красивая ткань и на ней будет вышиваться это козявка ну и поскольку она новогодняя конечно я попытаюсь отшить ее к новому году правда у меня есть еще незаконченная девочка новогодняя она тоже у меня стоит в планах но я постараюсь сделать и ту и эту и честно говоря даже не знаю за какую возьмусь в первую очередь вот и все наборы до смотрю вокруг и вижу что это все наборы которые я приобрела но кроме наборов еще может быть для тех которые интересуются не только наборами но еще и тканями которые можно использовать оставим для затравочки вот эти для красивой картиночки я еще взяла не немного тканюшек вот такая ткань но она мне очень подходит для подкладки мне кажется в кошелечках или в косметичках замечательного бирюзового оттенка с золотыми разводами смотрится очень благородно не броско и подойдет под многое ну под многие дизайн и под многие сочетания это какая-то американская по моему тканюшка и здесь написано на кромке что это коллекция аж 1998 года то есть можно сказать что это винтажная вещица юкей так даже не американская а английская тысячи ну тут не видно будет если я продемонстрирую конечно не будет видно но в любом случае ткани очень хорошая эти ткани продавались на метраж и вот такой кусочек я выудила и прикупила и еще если вы зайдете ко мне на инстаграм или вконтакте я еще только осваиваю так сказать эти сети особенно инстаграм мне еще трудно понять как найти других я обязательно если вам интересно вы подпишитесь я обязательно подпишусь на вас и таким образом хоть какую-то будем держать связь я хотя бы увижу что вы выкладываете потому что пока для меня инстаграм тоже темный лес я не знаю куда пойти на что нажать и и все такое прочее то есть на своей дрезине за техническим прогрессом я как всегда не поспеваю но стараюсь изо всех сил так вот если вы туда зайдете то вы увидите мое завершение авантюрки спасибо сплошным крестиком лилечка рекламировала эту авантюрку на ю тубе я обвязалась и закончила с таким хэллоуинским сюжетом и вот для того чтобы ее оформить были прикуплены эти тканюшки эти тканюшки продавались от фирмы гелла эта фирма оптовая у нее нет магазинов она продает свои товары через сети леонардо иголочкой и так далее но вот естественно то что продавалось на выставке мне кажется шло все-таки по более демократичным ценам сравните пожалуйста здесь пять тканюшек которые объедены объединены темой осень так и называется набор осень листочки осенний на черном фоне так я думаю что это можно снять дубовые далее есть листочки кленовые мне кажется тоже такого осеннего характера на моей камеры вы сейчас смотрю смотрится чуть по контраст не цвета далее вот желуди здесь уже добавлена какая-то золотая краска видео точек вокруг желудей в осенние ткани очень любят добавлять золото по моим ощущениям вот это очень будет подходить именно для авантюры для того хэллоуинского кота который у меня вышел здесь тыквы но тоже с золотыми вкраплениями тыквы с пшеничными колосьями ну может не пшеничными но колосьи это точно и последний отрезочек это тоже вот такой я уж не знаю какие здесь листья тоже с вкраплением золотой краски коричневый оттеночек вполне тоже подойдет ну буду прикладывать смотреть что и как там получается по моим ощущениям вот этот подойдет лучше всего возможно когда буду подбирать буду делать фотографии естественно выложу в инстаграм может быть и вы мне что-нибудь подскажете так я к чему вот на выставке этот набор тканей они продавали за 500 рублей помимо того можно было там же оформить 5% скидку если ты оставляешь свой электронный адрес для их рекламы почему бы нет 5% скидка тоже приятно именно на покупку на выставке если же эти ткани покупать в магазине леонардо то это будет не дешевле 170-190 сейчас по моему 192 рубля стоит одна тканюшка а здесь их как-никак 5 штук то есть практически в два раза дешевле выходит единственное что там не было такого уж супер супер выбора тканей хотя на самой выставке ткани продавали много и для тех кто интересуется скажем японским петчворком или как он называется квилтингом они тоже могли для себя много чего найти ну японские ткани это вообще скажем не дешевое удовольствие совсем не дешевое удовольствие далеко от этого и еще может быть самое последнее что я там взяла вот из этого магазина это хомячок интернет-магазин хомячок хомячок shop.ru я взяла деревянные пуговки по-моему милые хорошие деревянные пуговки меня привлекли такие зайчики что интересно на это дерево наклеена ткань вот все пуговки которые будут с таким орнаментом это сверху еще и ткань поближе если получится солнце очень много зайчики из этого же разряда из этой же коллекции птички мне отсюда не очень видно вот я надеюсь что что-то потом останется на пленочке зайчики птички ну у меня птички еще тут немножко других расцветок затем уже были елочки были вот такие же снежинки елочки интересные а из и вот эти деревянные пуговки здесь уже конечно нанесен рисунок это не ткань нежные домики по-моему не видно вообще ничего вот так может быть или совсем поближе попробовать вот нежные домики и чем-то меня привлекли вот эти морды морды кошачьи морды с разным выражением на каждой вот пожалуй пожалуй и все всем большое спасибо что посмотрели были со мной это время всем желаю прекрасного рукодельного настроения всем до новых встреч пока пока